Всем привет, дорогие друзья! Это Just Podcast, и мы вернулись. И у нас второй выпуск нового сезона, и сегодня у нас будет прекраснейший гость в этом выпуске. Это не из мира бальных танцев, да, он у нас из мира танц-хола. Это прекрасный хореограф, он прекрасный педагог, судья, диджей, видеограф, много-много чего можно перечислять, да, и прекрасный собеседник, самое главное. Это Андрей Бойко. Многие о нем слышали, кто-то о нем слышал, как и я изначально, из танцев на ТНТ еще давно-давно, когда они только начинались. Кто-то у него тренируется, кто-то пишет с ним видео, кто-то вместе танцует с ним. В общем, это замечательный танцор и замечательный человек. Но прежде чем мы начнем, я вам хочу рассказать о такой танцевальной обуви, как бренд такой, как Biddance. Многие о нем слышали, многие в нем танцуют, и эта прекрасная обувь долго служит, очень комфортная, под практически каждую ножку подойдет. И недавно у них открылся, они немножко переехали, открылся новый шоурум на метро Новые Черемушки, совершенно недалеко. И, конечно же, если вы туда придете, померите, вам подберут прекрасную обувь, в которой вы будете долго танцевать. Да, она вам прослужит очень долго и будет очень комфортной. А если вы еще при покупке скажете мою фамилию, то бишь, что вы от Цветкова Александра, то вам предоставят 5% скидочку на товары. Немного, а все равно приятно. Ну что ж, давайте начинать. Приятного просмотра, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно, мне это очень приятно. И, конечно же, скоро будет новая рубрика, и до новых, как говорится, встреч, и еще раз вам приятного просмотра. Если будешь только есть, тебе есть надоест в какой-то момент. Танцор — это как словарь. Танцуешь, не танцуешь, искусство в спорте, спорт в искусстве. Очень, 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 очень старые закалки. Это не так, как сейчас, вот эта голая нитка в одном месте и все остальное. Нет, вот сюда. Где-нибудь один акцент, бум, отбил. Угу. Обожаю мультики дебильные, всякие типы Гриффинов и так далее. Там же для обычных людей идиотские, а если там подумать, посидеть, там очень смешно. Да, да. Вот. И там была серия, когда они как раз выстебли вот эти все интервью подкасты, в плане того, что как бы когда люди не слышат, а там человек такой, ну, я прикладываю вам печеньки, которые я ем. И он такой, а тут чавканье три минуты просто, можно сказать, просто пробрать его на фоне, и вот там, очень, заберет. Ну, в общем, тогда вот, когда мы начали, хотели записывать в среду, ну, у меня вал, у меня трубы, у меня мастера. Я такой, почему сейчас, за что? И никуда не денешься, то есть, как бы, а вот мастера говорят, мы можем тогда. Ну, да. А то я не два дня вообще пробовали. Хорошо, потому что мы как бы на четверг не перенесли на следующий день. Я просто прибыли, пробовали, у меня два дня. Ну, га, что все сделали? Не, сделали хорошо. Не получится, да, не можете? Три, два, один, давай. Что по синхрону? По синхрону. Я еще не проснулся для синхрона. Вернулись опять так, бальником, танцором. Да, мы с них и начнем. Как дела? Прекрасно вообще. Отлично. Спасибо, что пришел, потому что, как я уже говорил, ты первый гость, который не из бального мира, поскольку мне уже начали спрашивать, у меня как бы позиционируется как просто подкаст о танцах, и все только бальники. Уже начинается спрашивать. Ну, спрашиваю сначала со своей сферы, да, а дальше уже. Ну, да. Вот, при том, что, вот я говорю, у меня первый выпуск пилотный, я всем говорю, что он ужасный, не слушайте, я его никак не удалю, он просто есть, как начало пути. Вот, там были, ну, ребята не из бальных, но это было, слушать невозможно просто. Ну, тем не менее, наверное, он самый просматриваемый, потому что... Кстати, нет, нет, они же аудио, и на ютубе как бы все такие, типа... А, ну, понятно. Вот, или там не на ютубе, даже все равно, как картинку сейчас больше как-то любят. Даже если не смотрят, то есть поставят, картинка есть, отворачиваются куда-нибудь и любят больше. На самом деле, вот сразу хотелось, вот мы с тобой начинали говорить об этом как раз за дверью, да, сразу вот с этого начать и забыть потом, как говорится, да. Вот то, что тебя как раз удивил немножко вопрос, ты сказал, отношения к танцорам-бальникам, да, я его не очень грамотно сформулировал, почему, типа, часто говорят, что мы однобокие. Вот. Слушай, у меня еще возник такой вопрос, ты как раз сказал, что 2006, да, вот это. А почему данс-холл, было ли у тебя что-то перед данс-холлом, да, вот, или ты сразу там оказался, и как ты вообще пришел в танцы? Чего только не было. Начал я танцевать, наверное, на классе в седьмом, еще когда жил у себя в городе, в Саратове, и мы просто с ребятами собрались и решили, что мы вдруг очень хотим научиться танцевать брейк. Ну, собственно говоря, как все тогда, наверное. Вот, и мы, грубо говоря, договорились с директором школы, нам давали зал, мы за это выступали на мероприятиях, потом выяснили, что в соседней школе тоже начали тренить, одели друг к другу выпендривались, кто что умеет. Вот. Потом у нас появился коллектив в городе, там кто-то побросал танцевать, кто-то еще, у нас такой коллектив клубного танца, нас позвали как брейкеров туда, мы работали на площадках на разных, потихоньку стали подходить люди, спрашивали, вот вы вот танцуете, а где такому научиться? А чтобы ты понимал, в Саратове у нас не было ни одной школы современного танца, у нас была одна единственная школа клубного танца при ночном клубе, потому что там ребята гоу-гоу, и девчонки гоу-гоу преподавали вот то, что они танцуют. Это не так, как сейчас, вот эта голая нитка в одном месте и все остальное, нет. У нас были хорошие крутые костюмы, большие постановки, все дела, и вот наши, так скажем, преподаватели, они, это работники клуба, они танцевали, они нам преподавали. Вот. Мы там, грубо говоря, сняли зал маленький, и потихонечку там начали каких-то людей, кто-то спрашивал, приглашать что-то делать. Вот. Потом начал работать в фитнесе активно, я 7 лет проработал инструктором по фитнесу, именно по групповым программам, не по танцам, не говоря. И вот когда я учился в Академии фитнеса, и потом начал работать, я стал ездить в Москву на конвенции. И вот оттуда я начал узнавать, что есть другие стили танцевальные, потому что приезжали там иностранные хореографы. И как раз в 2006 году первый раз я попал на мастер-класс с француженки Лер Кутимон, тогда это называлось Рага Джем, но это был не стиль танцевальный, это была такая фитнес-программа на основе дэнс-холл музыки, на основе дэнс-холл танца, ну, тех знаний, которые были на тот момент. И такая танцевальная программа для всех. Вот. И всё, вот с того момента произошёл какой-то вот прям мэч, я решил такой, что я хочу очень этим заниматься, я всегда стоял в первых линиях, там мы познакомились с этой француженкой. И она с 2007 года, если мне не изменяет память, или с 8, по-моему, с 7, у неё был этот проект Рага Джем, он перерос в международный. То есть она собирала команды в разных странах мира. У нас был Рага Джем Германия, Италия, Польша, Бразилия, Франция, ещё в Южной Америке было, по-моему, ещё где-то. И сделали Рага Джем Россия. И нас было несколько человек, и каждый год мы проходили отбор на право преподавания и на право нахождения в команде. То есть в команде ты можешь танцевать, а преподавать, соответственно, если сдал экзамен. Ты мог либо преподавать, либо танцевать, либо преподавать и танцевать, в зависимости от того, что ты сдал. И каждый год мы это доказывали. И вот несколько лет, пока команда существовала, мы ездили за границу выступать тоже с ребятами, перезнакомились с разными командами за рубежом. Но до этого я, считай, катался, я посещал классы по хип-хопу, по, не знаю, там, вакингу, вогу, ну, по очень многим стрит-направлениям. Я ездил в Америку несколько раз, там по месяцу, по два оставался, там, либо с ребятами, либо там с девушкой мы ездили когда-то давным-давно. Тоже просто брал все классы для того, чтобы вот накачиваться, потому что тогда у нас этой информации практически не было. В связи с этим, как на тебя повлиял данс-холл, в принципе, и его культура? Слушай, ну, я вообще в таком восторге рассказался после того класса, скорее, наверное, больше от энергетики преподавателей, к тому, как оно все это преподавалось и неслось, да, потому что той информацией, которой мы владеем сейчас, вот та информация, это было 0,000001 процента, грубо говоря. Конечно. То есть мы не знали ничего о культуре, мы не знали ничего о музыке, мы не знали ничего о артистах, о танцорах, то ли мы знали там пять движений, что есть там, грубо говоря, шон-пол, еще кто-то, и какие-то старые исполнители, и все. И, блин, тогда вот мне вот реально захотелось вот именно вот так танцевать, да, и, собственно, я говорю, пошел на команду, на отбор, меня взяли в команду, меня взяли в преподаватели, у нас там договора, все дела, потому что представители приезжали сюда, подписывались со всеми контракты, нам чуть ли не раздавали диски с микс-тейпами, под которые вести занятия там, ну, там много своих саморочек было интересно. Вот. И сейчас, блин, все, что связано с дэнс-холлом, это практически, наверное, 80-70 процентов, наверное, моего окружения людей. То есть я не пропускаю ни одного мероприятия, связанного с дэнс-холлом, который, ну, по крайней мере, в Москве проходит, потому что я либо на них работаю, либо на них работаю. Ну, да. Ну, типа, раньше мы давали классы, сейчас у нас практически все мероприятия с иностранцами, даже несмотря на все, что происходит, ямайцы приезжают сюда прям активно, вот у нас буквально вот пару недель назад прошло мероприятие большое, у нас их два или три в год проводятся каждый год, приезжает куча иностранцев, именно вот носители культуры, прям с Ямайки, некоторые ямайцы уже живут в Европе, из Европы их привозят, и вот мы постоянно в новой информации, в новом таком потоке вдохновения и так далее, грубо говоря, даже я, вот я прихожу, я снимаю эти мероприятия, и тем не менее, там где-то что-то потанцевало, да, где-то что-то еще, плюс я там вижу всех своих друзей, которые съезжаются со всей страны, вот, и для меня это такой огромный кусок вдохновения, который такой падает, такой, грубо говоря, даже если это не потанцевал, но просто поснимал, пообщался со всеми, вот тебе, пожалуйста, чем можно вдохновляться еще. И я очень много поездил, много за границей давал мастер-классов еще до времен ковида, я практически весь мир объездил с мастер-классами, вот, всю Европу, в Штатах давал классы, в Южной Америке давал классы, в Канаде давал классы, я, короче, объездил очень много стран. Если бы не ковид, продолжал бы ездить. Ну да. Сейчас, к сожалению, с этим сложнее для организаторов там. И, блин, я огромное количество людей знаю, я познакомился со всеми хореографами, на которых в свое время смотрел на Ютубе, когда бывал в Америке, сходил на класс, со всеми пообщался, со всеми познакомился лично, ну, все, что касается именно танцевального мира, мне это вообще дает практически все, что у меня есть, это вот все оттуда. Но и с танц-холлом такая же штука. То есть культура, она настолько многообразна, да, там есть чисто женский танц-холл, который парни не танцуют, да, это там отдельный пласт, да, но тем не менее мы там поугараем, там шарим, что зачем, что куда, кто. Но это прям круто. То есть это вот занимает, все, что касается танцев, занимает, наверное, 80% жизни. Слушай, вот здесь как-то перетекает все. Ты как-то недавно, я влазил в соцсети, и ты вывесил такую историю, надеюсь, однажды вернется то время, когда что танцевать и как снова будет важнее, чем в чём. В связи с этим возникает вопрос, как не забыть, что такое танец в первую очередь, да, то есть потому что очень много сейчас, опять же, во всех, наверное, я думаю, ну, по крайней мере, я служу, опять же, по бальным, да, и смотрю немножко социальное, в плане бачата, кизомба, вот это, сейчас, скажем так, в чём танцевать, и иногда, скажи, знаешь, как это, украшений в танце, назовём это так, стало больше, чем самого танца. Вот как, на твой взгляд, не забывать о танце? Сейчас, ну, мне кажется, я как старпёр буду говорить сейчас, всё, всё, что не происходит в мире, сводится к контенту, к контенту, к продаже контента, к продаже всего, то есть кто-то это делает, грубо говоря, на уровне, в балансе, да, то есть делает красивую картинку, красиво одет, классно танцует, ну, берём танцы. Да. Кто-то непонятно, что танцует, но красиво одет, там на мейкап съёмку костюма уходит денег больше, чем на тренировки, вот, но, тем не менее, это всё залетает в контенте, и люди там, ну, у меня там 100 тысяч просмотров на Рьюсе, а у тебя 5. Я говорю, ну да, но ты только сидишь дома, а я езжу классы по всему миру даю. Я и так не говорю, конечно, но как бы... Но громко думаю бывает. Нет, просто ребята часто задают вопросы, говорят, вот мы такие классные, там у нас подписчиков миллионные, да, у нас там просмотров под каждым видео огромное количество, у нас никуда не зовут. Не зовут ни мастер-классы давать, ни в карданике приезжать. Я говорю, а вы что-то для этого делаете, кроме того, что снимаете себя красивого? Я говорю, я не вижу вас ни на одном мастер-классе, а я практически на всех. Я не вижу вас на баттлах, на шоу-кейсах, на сцене. Да. Вот в Инстаграм у вас, ну вот вы там, случайно ваш видос залетел где-то, и вот вы там ловите. Заходишь, у тебя... 100 тысяч просмотров, 22 комментария. Ну как бы, ну сорян. Ну да, да, да. И тут, да, и тут ты просто анализируешь ситуацию, есть ребята, которые приезжают на какой-нибудь баттл, круто очень выходят, либо как-то показывают себя, да, и потихонечку начинает кто-то шутаться, а кто это, а кто откуда. Такой, оп, смотришь, он уже в каком-то городе, там с мастер-классами позвали его. То есть все, что касается национального мира такого, это такая огромная тусовка. Да. Это никто больше людей знает, да, а кто общается, максимально открыт к общению, вот, все это происходит вот таким образом. И, соответственно говоря, почему, собственно говоря, так написал, потому что я вижу, что люди заморачиваются над картинкой больше, чем над содержанием. И ты смотришь, ну вроде красиво, но ничего за этим нет. Не в плане там техники и что еще, но я вот при просмотре этого видео не испытываю вообще никакой эмоции. Ну, допустим, кто-нибудь выкладывает там ребята видео, где они там просто в зале танцуют парное, да, или какую-то хореографию парную придумали, такой смотришь, блин, как клево, там они там смотрят друг на друга, еще что-то, еще что-то. И потом они выкладывают парное видео из этой же хореографии, но сняты на профессиональную камеру, где они оба вот так вот поворачиваются, они отключаются от камеры, и такое, ну здесь ничего нет. Я такой, ну, я пишу, говорю, я с репетиции было гораздо круче, когда вот так танцевали. Классно, здесь я этого, типа, не вижу, не чувствую, я говорю, люди, которые будут смотреть, скорее всего, тоже. Ну, картинка красивая, классно, одета классно, станцована классно, но какой-то химии, типа, вот это и нет. Но здесь уже больше про импровизацию, да, скажем так, именно если вот… Не-не-не, это касательно всего. Всего? Да, то есть хореография, импровизация, да всего чего угодно, даже когда… Ну, это, опять же, наверное, мое внутреннее восприятие, да, то есть, допустим, когда человек что-то рассказывает там, говорящая голова, стори-теллинг там, красиво одет, но ты как-то ни к одному слову не перецепился. В плане, ни вот, ни сущей. У меня тебя не зацепило то, что человек говорит. И когда просто человек сидит, там непонятно где, что-то еще там, нет у него крутого света, нет крутого фона, подсветки, человек рассказывает эту историю, такой, блин. А, откликается. Да, и ты такой сидишь и думаешь, что вот, ну, типа, я вот чисто на внутреннем ощущении, типа, этому я верю. Да, я могу поверить, красивая картинка, красивая картинка, и лицо, оно просто того, как человек говорит. Потому что есть какое-то внутреннее содержание, есть посыл. В танце то же самое. То есть я когда там чтенько снимаю, ребят, и они вот танцуют, либо боятся камеры, либо что-то еще, они начинают смотреть куда угодно, только не в камеру. Иснешь, ребята, говорю, вы же посылку-то делаете, вот посылайте его сюда, вот сюда. Да, да, да. Вот, и тогда все уже все меняется. Видно, когда человек какую-то эмоцию передает, и так далее. Все это вот становится более интересным. А так, реально наблюдаешь, что контент ради контента, грубо говоря. То есть человек клепает там по 65 видосов в неделю, а выхлопа с этого никакого. То есть они где-то начитаются, как правильно работает алгоритм Инстаграма и так далее, и вот начинают. А это же каждый день меняется, это же не все же так работает. Ну да. Вот. И получается, что картинка красивая, а внутри ничего. То есть это уже не какой-то отдельный стиль, это просто какой-то набор движений, либо снятые челленджи какие-то, еще что-то. Это, конечно, классно, красиво, но все имеет место быть, так сказать. То есть я не отрицаю, не осуждаю, вообще ничего. Все имеет место быть, на все есть свой потребитель. Если им это нравится, классно, но тогда и выхлоп будет соответствующий. Вопрос еще вот какой. По поводу, я вот спросил по поводу импровизации, да? Данс-холл, это больше импровизация или хореография? Слушай, тут, наверное, так однозначно я тебе не скажу по своему мнению. Смотри, изначально это, ну, как ямайцы это называют, социальный танец. Да. Не как ваш социальный танец, да. А именно танец, который вот там, грубо говоря, движение, чищу зубы, это одно из движений, вешаю белье. Вот таким был данс-холл там много-много лет назад. Сейчас он более в техническую сторону перешел, и все движения, которые петь делают сейчас, они больше технические, нежели вот такие, житейские, как скажем, да. Но он всегда был, да, импровизационным, с огромной базой движений, единственное, что вот хореография, это как уже последствия. То есть это все равно уличный стиль, который родился на улице, вот. И как и в любом танцевальном стиле, хореография — это уже последствия того, что происходит, когда людям хочется делать музыкальнее, интереснее, красивее, ну вот как произошло со мной. То есть я узнал о данс-холле именно с хореографией. Не как сейчас многие танцоры узнают, там грубо говоря, что это с Ямайки, что это уличный танец, ба-ба-ба. До меня это чуть позже дошло. Но тем не менее, я это просто принял, понял, уважаю, но все равно продолжаю делать то, что мне нравится. Вот. Я также могу там под данс-хольные треки потанцевать, и под русские треки потанцевать. Вот то, чему душа лежит, но беру полностью за основу всю базу данс-хольных движений, которые выходят, новые, старые какие-то еще. Вот. Поэтому здесь можно смело и импровизировать, и хореографии ставить, и там танцевать на баттлах, и повторять движения, и что-то еще. Там целая огромная культура с этим связана, с записыванием треков по движению, с вечеринками, со всем-всем-всем-всем-всем. Там очень много то, чем ты можешь заниматься. Что для тебя важнее, там, например, в импровизации, да, и, ну, то же самое, да, например, в какой-нибудь хореографии. Ты поняла, что, например, на каких-то классах иногда легче дать какую-то хореографию, чтобы ребята выучили, да, поняли, что это такое, отработали какие-то движения, но в то же время, вот я был на классах, да, и я иногда даю там поки-зомби той же, да, чтобы это было, может быть, простое движение, но, например, под определенный трек, если это не импровизация, это было музыкально, да, то есть это вот ложилось под музыку. И также в импровизации мне очень нравится, когда какой-нибудь топовый танцор или там в моем исполнении самому мне нравится, да, когда я, да, это может быть попроще в импровизации, но музыкально, или посложнее, но все равно музыка, то есть музыка для меня, например, самое важное, что есть в танце, скажем так. И вообще начинается. Да. В целом можно танцевать это. Просто иногда смотришь на танцоров, которые дают хореографию или импровизируют, и это просто набор фигур, слов через запятую. Вот так сделал. В счет попал, и слава богу, как говорится. Вот. И вот в связи с этим вопрос, что главное в импровизации, да, может быть техническо, просто кому-то нравится технический составляющий в первую очередь, а потом уже музыкальность. Но сейчас все, все о потоке говорят, и опять же здесь индивидуально зависит от танцора. Вот как он привык для себя танцевать, так и есть. То есть у нас есть много таких штук. Допустим, у нас есть дэнсхольные треки, которые написаны специально по движению. Когда включают этот трек, то, естественно, весь зал начинает танцевать с движением, потому что в словах, в тексте говоришь, что ты должен сделать там ногой, там поднять руку, и это называется вот так. И такого очень много. Многие ямайцы приезжают и проводят мастер-классы по такому принципу. Грубо говоря, они ставят трек, дают движения, но чаще всего свои, только движения, не в них и чужих, иногда дают чужие, но чаще всего свои. И потом соединяют это в маленькую рутинку, то есть у нас в этом плане чуть-чуть проще, потому что есть такое понятие, как рутина, когда ты собираешь движения, может перемешиваешь их, но не перекладывай к этому музыкальности. То есть, грубо говоря, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, может быть где-то и, может тут еще. Кто-то подзаморачивается, придумывает вот такие простенькие рутинки, ну там, грубо говоря, та-та-та-та, где-нибудь один акцент бум, отбил, на какое-нибудь слово показал привет или что-нибудь еще. Вот такого. Ну, чтобы было и информативно, и весело. Кто-то делает чисто фан-классы, такие прям движовые, где там только движения, только степы, только отделенные музыки. Вот, чтобы вот так вот. Больше на вечеринку было похоже. Там уже там все в круг ставят, там веселятся все. Кто-то дает классы прям чисто импровизационные подготовки там к баттлам, к соревнованиям и так далее, когда дают упражнения, как работать с музыкой, как считать музыку, как слушать, как раскладывать, как можно выделять акценты движениями, там давая всякие штуки. И, блин, тут нет такого совета, что лучше. То есть нужно пробовать все и посмотреть, что больше подходит тебе. А вот для тебя что? Я во все влюбаю, врубаюсь. Мне все нравится. Я батлился когда-то очень-очень давно, лет 10 назад, выходил тоже в баттлы, мне это нравилось сейчас, я вот больше люблю именно хореографию. То есть я могу там также с ребятами ворваться в круг, когда вечеринка какая-то идет, да, и мы там все танцуют, да, потанцевать, поимпровизировать, просто именно вот в моменте потока, знаешь, в моменте, да, вот это мне нравится. Без загона того, что мне нужно научиться импровизировать, чтобы выйти на баттлы, вот у меня такое было, я такое больше не хочу. Я через это прошел, это было в моей жизни, но вот мне больше нравится вот заморачиваться, делать сложные хореографии, придумывать сложные фигуры, музыкальные, обыгрывать текст, абсолютно обожаю обыгрывать текст. Абсолютно не люблю тупые ассоциации, типа baby, cry, вот это, see you, вот это, стараюсь придумывать что-то, ну, проскальзывай все равно, но стараюсь выбирать другое. Вот, поэтому, наверное, больше за хореографию скажу, что для меня максимально важна музыкальность, и, ну, она бывает разная, то есть можно сделать идейную хореографию, где вложить прям идею, а можно сделать просто красивую хореографию, используя интонацию, акценты, слова, что-то еще. Вот, за импровиз, наверное, больше надо спрашивать тех, кто прям вот в этом движет, они получше скажут. А по поводу второй твоей деятельности, вот на которой вот я наблюдаю, да, это то, что ты видеограф профессиональный. Ну, громко сказано. Ну, как я понимаю, ты там многим танцорам делаешь, и не только танцорам съемку, да, сам монтируешь, да, вот. Почему решил этим заняться? Просто у меня есть также, ну, знакомые, которые вот они вот, ну, ты тоже сказал, что этим заняешься, но они вот только либо диджеи, либо танцоры. Вот, видеограф — это как-то, ну, чуть-чуть другое. Это то же самое, что у меня, вот я танцор, но я еще вот решил, вот, люблю болтать на микрофон, да, там, скажем так. Это как бы чуть-чуть другое все равно. Но все равно нравится. Да-да-да, то есть, и почему решил именно видеограф? Слушай, во-первых, тогда, когда я начинал, у нас еще не было, ну, такого огромного количества, ну, операторов видео, и тем более никто особо не работал с танцорами. Да, были продакшены, которые снимают клипы, которые большие компании, у которых там ценники, извините меня за, человеку нужно снять минуту хореографии, а ему там типа в 40-50 тысяч выставляли, а это было лет 10, наверное, назад, то есть еще не было ни стабилизаторов электронных, ничего, были вот эти, которые с грузом подвесы, шручные, и вообще ничего не было, этого не было так доступно. И периодически кого-то приглашали снимать там в школу танцев и так далее, но мне просто жутко не нравилось, как снимают. И решил попробовать сам, у меня подруга продавала камеру старенькую, какую-то прям, даже Canon 5D это назвалось, больше было фотоаппарат, чем камера, то есть качество видео, которое она снимала, было на тот момент норм. Да. То есть прям не супер плохо, но все нормально. Да. Купил себе этот ручной стабилизатор с грузами вот этот бегалин. И начал потихонечку снимать. Вот, сначала просто ребятам предлагал поснимать видосы, потом начали какие-то денежки платить за это. Потом еще что-то, еще что-то, еще что-то. Но все равно у меня основное всегда в приоритете это танцы. То есть мои занятия, мои мастер-классы. Если я где-то совпадаю, иногда получается то, что я приезжаю на большой ивент, снимаю его целиком и даю класс. А мой класс снимает кто-то другой. Если мы работаем в команде, в которой мы там тысячу лет работаем, то ребята, которые там фотографы, некоторые берут камеру, снимают мое, мое соло, остальное я снимаю все сам. Вот. И да, сейчас, ну сейчас реально очень много ребяту снимает, очень много там, мне кажется, сейчас, во-первых, стало доступнее. Берут айфон. Да даже не, слушай, но на айфон тоже можно снять, дай бог, если с руками. Ну это да. Вот. И сейчас это просто стало максимально доступнее. То есть раньше там купить камеру или купить там стабилизатор, это таких бешеных денег стоило. Вот. Сейчас вообще легко, но не у всех руки из нужного места, вот так скажем. Ну в плане, люди покупают стабилизаторы, покупают камеру, и думают, что все, они могут делать вот так вот камеры, и будет классное танцевальное видео, на самом деле, нихрена подобное. Вот. И кто-то, да, кто-то вот на таком уровне останавливается, кто-то, ну им достаточно, что им в школе танцев занятия платят. И все, им прям в кайф. Ручкой подергать, все. Кто-то заморачивается, начинает покупать свет, начинает покупать оборудование, да, естественно, у таких людей ценник, их ставится выше, но и качество картинки на выходе получается естественно другое. Вот. Мне на тот момент это жутко не нравилось, потому что реально с танцоров пытались содрать бешеные деньги за ничто. я понимаю, что в рамках съемки рекламы, в рамках съемки телевидения, я в рамках съемки, там, не знаю, там, проектов каких-то больших, когда есть хороший бюджет, и тогда можно взять все, что нужно тебе взять в аренду, это нормально. Но танцоры, которые на тот момент зарабатывали там 300-400 рублей за занятия, для них заплатить 20-30 тысяч за видео за одно, ну это вообще неподъемные деньги. То есть, и, ну даже сейчас если снимать танцевальные ролики и снимать какие-то другие, это, ну, прям, кардинальная цена. Но здесь есть понимание того, что это танцоры, я прекрасный, я танцор, я знаю, как достаются деньги, я знаю, как тяжело зарабатываются, и когда какой-то там другой там видеооператор мне говорит, что, ой, ты что-то так, типа, мало денег берешь, я обычно беру вот столько, я говорю, ну ты сколько раз снимаешь за неделю? Он говорит, ну один-два. Я говорю, а я десять. Ну, типа, у десяти людей счастливых есть видосы. Пускай мы с тобой заработали одинаковые деньги, но как бы, но эти ребята опять напишут мне, что они будут ждать работу. Да. Ну это вот так, для меня. То есть, грубо говоря, я же во всей этой тусовке, я знаю, как это все варится изнутри. Вот. И для меня в кайф, когда там люди пишут вот такими сообщениями, как им все нравится, блин, что они думали, что на видео будет хуже, и тогда, блин, это кайф. Я, ну, я с этого реально получаю удовольствие, да, но мне это нравится безумно, и я буду продолжать этим заниматься сто процентов. Вообще, когда меня обычно спрашивают, если бы не танцы, то что, я бы, наверное, вот я бы, пожалуйста, позвоню, чуть больше сильнее, но, наверное. По поводу оплаты, вспомнил сейчас вообще не относящиеся к видео, но по поводу работы, то есть, один берет столько денег, другой чуть меньше, но у него заказов больше. Мне приходит ученица, и она начинает рассказывать, но мы с ней занимаемся уже давно, достаточно периодично, она там чуть-чуть иногда пропадает, потом возвращается, но она вот относительно стабильная, да, вот, и она вспоминает, как она хотела пойти учиться в Батчате, я не помню сейчас, как зовут, у меня, она есть, не важно, но у него стоит прайс, да, на индивидуальный урок, я просто не знаю, у вас такое есть или нет, пробный урок, уроки идут 45 минут, это ключевое, а пробный урок у него стоит, просто прийти познакомиться с педагогом и 45 минут потанцевать, 10 тысяч, ну, лишь пошло разовое 30 тысяч, и там дальше 5 уроков, 130, и 200 с чем-то, это 10 уроков, вот как ты к такому еще относишься, это неожиданный сейчас вопрос, просто сейчас вспомню. Я тебе могу привести пример с танцевальных, ну, типа это нормального, с танцевальных видеографов, например, есть, есть ребята, которые, ну, тоже, вот, приблизительно таким же прайсом составляют ценники, да, это их право, это их дело, это все имеет место быть, почему, просто, допустим, для меня это странно, ну, все хотят заработать, но для них норм, у них огромная клиентская база, многие с ними снимают, все хорошо, вот, ну, грубо говоря, снять видео, одна цена, наложить на нее цветкор, доп бабки, наложить музыку на хореографию, доп бабки, если ты хочешь, чтобы у тебя были склейки, каждая склейка отдельно бабки, и как бы, получается, очень, очень жирно получается, вот, не, ну, тут хотя бы, ну, как с моей стороны, объясняется хотя бы доп услугой, как бы, а здесь, ну, какая доп услуга, 45 минут занятий, каждый, слушай, каждый оценивает свой тур по-разному, это да, то же самое, как в ковид, вот у нас в танцевале современной было, ну, в нашей деятельности было в ковид, очень многие, очень многие, чтобы, ну, когда мы сидели только дома, чтобы не растерять учеников, клиентов, начинали вести онлайн-классы в Инстаграме и так далее, многие делали это бесплатно, просто якобы поддержать своих учеников, потом поняли, что всем нужно кушать, конечно, стали ставить какую-то цену, ну, минимальную там 100 рублей, 200 рублей, потому что это на домашних условиях, да, это на домашних условиях, плюс, как бы, понятное дело, что люди на удаленке работают, но вот на нам вот так, да, я не вел онлайн-классы, я вел онлайн-диджей-эфиры, вот, то есть я купил себе оборудование специальное, поставил, подключил, диджей-ку у меня все это есть сейчас, вот, и я вел вот такие, вечерние тусовки, и изначально я их вел просто так, а потом мне закинули идею, мне как-то скинули просто денег, сказали, блин, спасибо, мы тебя там тоже третью неделю смотрим, вот тебе просто, ну, спасибо, спасибо, и говорят, почему ты типа не сделаешь, все блогеры, все стримеры, они вкладывают ссылку на донаты, выложи, и нормально так, ну да, да, два-три раза в неделю я вел вот эти тусовки, потому что онлайн-классы танцевальные, это вообще, когда ты не видишь никого, и ты смотришь телефон, пытаешься тупо улыбаться, ждешь задержку, мы делали, приходилось, вот, ты к вопросу ценника, то есть, допустим, один преподаватель ставил за онлайн-класс 100 рублей, а другой ставил 5000, и на вопрос, слушай, блин, а как ты к этому пришел, что типа ребята, вот все там, кто бесплатный, ну, типа, они могут оценить себя как хотят, я оцениваю себя вот так, ну, я думаю, что здесь такая же ситуация, то есть, человек оценивает себя и свою работу вот так, и если стоит такой оценник, значит, такой оценник есть спрос, конечно, все, поэтому вот это тебе ответ на этот вопрос, то есть, есть люди, которые будут платить там 5000 за видео за танцевальное, есть люди, которые будут платить 25, конечно, и все, им комфортно, им вот они, им комфортно, они знают, что они платят, здесь то же самое, ну, понятно, но просто я когда увидел, что, так можно было? Нет, у нас тоже были персонажи, да, которые там по 100 тысяч забрали за персональные занятия, за часовые, ну, это, опять же, это все имеет место быть, да. У тебя недавно, в связи с видеографом, да, у тебя недавно произошла неприятная ситуация, ага, было, да, с макбуком, то, что у тебя на фест, это было, да, на мероприятии у тебя украли макбук, в итоге не нашли? Нет, и сказали, скорее всего, не найдут. Ну, ситуация, на самом деле, глупая, странная, и, то есть, мы в этом зале проводим мероприятие уже несколько лет, и, ну, это, грубо, наша тусовка, то есть, так скажу, что на Ниной, скорее всего, нет людей, которые меня не знают, несмотря там на 400-500 человек на мастер-классах, ну, преподаватели, я всех знаю, с организаторами с этими мы работаем больше 10 лет уже, то есть, здесь все, любая, любая фраза мне, что может быть тот, это из своих, прям сразу нет, точно, это 100% не свои, вот, а ситуация странная, потому что, грубо говоря, это все произошло за час, то есть, я между номинациями пришел, скинул материал, оставил компьютер, а у нас там такой маленький закуточек, там, там только преподы, организаторы, и вся меди-команда, у нас там лежат, там, у девочки, фотоаппараты, камеры, объективы, у меня лежит рюкзак, в котором объективы, там все дела, все, 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 вот, и я просто вытащил ноут, ставил жесткий диск, скидывал материал, потому что сводить карту нужно было, оставил на столе, потому что я знаю, сейчас мне одну номинацию снять, и все, это, ну там, могу говорить, минут 40, и ухожу, номинация заканчивается, я прихожу, жесткий диск лежит на столе, компонент, вот, а это вот, ну, как вот мы сидим, вот так стоит стол, вот так, где вот ребята сидят, вот так сцена, то есть все на сцене, единственное, что за сценой есть проход технический, но о нем никто не знает, кроме того, кто ставил аппаратуру, и все остальное, ну и, ну опять же, это такая ситуация, ну, внутрянка, да, у нас нет доказательств, но была вторая камера, на которого определенного человека видно, и по таймингам, по таймингам, когда вырубилась камера, то есть, ну, грубо говоря, там на столе вся камера, которая минут за 20 до всего, что произошло, она вырубилась, как мы поняли по времени, то, что компьютер привязан к локатору, и каждый раз, когда ты его включаешь, он ловит сеть, Wi-Fi или что-то еще, он в локаторе ставит точку, где находится, я в этот момент сидел в круге, я снимал, то есть, видимо, кто-то подошел, открыл ноут, он записал локатор, и все, посмотрели по таймеру, ровно за 20 минут до этого, кто-то выдернул камеру, а камера просто тупо, сетевой шнур воткнутый в розетку был, его просто дернули, видимо, мы посмотрели на этого чувака, он, и получается, что ровно в момент, когда я ухожу сажусь в круг, по камере видно, там тот угол не попадает, то есть не видно, что это именно он, поэтому чисто предположительно, он доходит туда, и ровно в момент, когда он доходит, гаснет камера в верхнее, то есть там, и камера работает на движение, поэтому она смотрела не вниз, она смотрела на сцену, то есть внизу, кто подошел, там уже непонятно, потом он отходит, там минут пять стоит в центре зала, и уходит в ту сторону, которая за сцены, вот, и ему первому позвонили, когда все это смотрели, он говорит, нет, нет, я ничего не брал, а он единственный человек, которого не знает никто, то есть он работник зала, он отвечает за свет, за звук, за безопасность, за все-все, то есть все это ставил он, и это единственный человек, который знает, как что включается, потому что даже администраторы, которые побежали, а почему камера не работает, они даже не понимали причем самое интересное что на видео который я снимал со сцены сцене тали видео что камера горит там до определенного момента после определенного на просто болтается я понял многие поняты поддержали тебя с этого я на самом деле вообще остался в таком шоке то есть грубо говоря как но мне платят за определенную работу конечно вот и бывает еще такая штука как преселекшен и это отборы на их там обычно огромный качестве лек там по 100 бывает по 150 по 200 человек на одну номинацию и чаще всего эти вещи никто не снимает вот и как-то раз я просто чисто ради эксперимента снял все это дело выложу всех телеграм-канал и написал ребят типа вот я вас снял но тебе я не должен но я снял и это не обязательно но если вам хочется как-то поблагодарить за меня за качественные видосы там и так далее да сняты то вы можете мне вот на такой-то номер там типа перевести там до 50 рублей 100 рублей то есть для вас это там незначительные суммы вообще никогда ну типа а для меня как бы в сумме наберется может быть что-то приличное и реально народ начал скидывать спасибо все за видосы вот и я выложил такую же штуку написал что ребят я вот снял этот материал у меня остался я вот вам его даю там доната есть хотите скидывайте игры в этот раз они мне прямо максимально понадобятся и это видео жестко развирусилась да просто вообще там люди из-за границы даже присылали деньги пытались каким-то способами там переводить что-то еще но удалось собрать порядка 120 тысяч при сумме того что но стоило 400 но все равно да не это круто это вообще не все супер огромное количество сколько людей поддержала сколько написала все я говорю я продал камеру вторую но собрал гонорары со всех что-то еще где-то добавил и вот на днях буквально там назад взял зал новый комп потому что ну хорошо что оставили жесткий диск да потому что материал снятый который пришлось пересобирать он был на нем проекта вас пришлось пересобрать так все нормально но сам факт что такое количество людей откликнул что все писали ну естественно нашлись и те кто фигню всякую говорили конечно это нормально вот я на самом деле вот реально подофигел потому что я сам но частенько вкидываюсь такие штуки там вижу что ребятам собирать деньги на что-то там неважно что там на лечение на ремонт фотостудии там кого-то затопил еще что-то вообще не вопрос то есть какой я все это понимаю в разных ситуациях люди могут оказаться это все наши ребята вот я просто скидываю там все и тут я реально офигел от такого количества все поддержки и того что произошло прям для меня это было ну максимально неожиданно так скажем это ситуация просто так тоже понятный увидел это да и я на самом деле на тебя очень давно подписан то есть как-то еще вот я увидел на каких-то из первых когда появился на танцах на тнт в плане хореографа тогда это было ну как-то прям модная передача там многие подписываются на всех мне очень понравилась какая-то какая-то твоя хореография подписался в тот момент вот и но и так и начал потихонечку следить и я тут понял что танцевальный мир нас достаточно отзывчивый и добрый вот после вот таких ситуаций там еще были какие-то ситуации то есть это конечно большой плюс я много-много то есть когда у нас до есть можно об этом рассказывать не знаю у нас была прям очень жесткая ситуация до сих пор но типа есть у нас есть девочка одна на очень знаменитый танцор локер ненавижу слова танцовщица простите это я буду назвать танцорка если хотите вот и у нее случилась опухоль в мозге и после операции осложнения короче вот есть стало плохо да и до сих пор мы все мы всеми танцорами собираем где там ребята организуют мастер-классы для того чтобы реабилитации и сейчас прям реально становится лучше уже это правда займет еще очень долгое время но постоянно ребята поддерживают ее и и мы все скидываем там каждый раз когда ребята выкладывают что-то ребят на нас там заканчиваются деньги нам нужно собрать еще вообще не вопрос даже не о чем думая были навсегда нам афиши все делала там танцевали миллион лет вместе на там ну конечно тоже самое там или кто-то там аварию попал или что-то еще там у нас тоже вот больных там выкладывают там типа ребята не это вообще не обсуждать даже если ну даже если я вдруг увидел у кого-то в stories даже если я не знаю человека и да но его знают кто-то другой вообще не вопрос всегда то есть я прекрасно я просто из это проходил однажды но я не с не самый медийный человек в плане того что я вот не как это я поел я вот нет там у меня температура 32 пожалуйста я не умирайте да нет не такая не такая вот тема у меня много-много лет назад я в аварию и до сих пор огромное количество детскими общаюсь каждый день этого не знают и грубо говоря стоит где-то там вот рассказать так про тайги от учеба паре попадал то есть ногу говоря никто не знает я должен был лететь с туром южную америку на месяц я перед этим полетел к саратов к родителям и после мастер-класса ехали домой и влетела в тачка у нас мы поворачивали и на полной скорости кто-то там подрезал кого-то и вот я сидел на пассажирском сидении в мою дверь влетела машина но менты сказали что они где-то порядка старше 60 неслись а там такой подъем и здесь поворот и не так мы поворачиваем мою дверь летает вот у меня было двойной перелом таза трещина бедрец смещением колено у меня там раздуло так далее в общем я два с половиной месяца наверное или три просто лежал потому что меня не забыл даже поворачиваться чтобы все срослось правильно да потом ну это все было в саратове себя вот потом я когда начал более-менее вставать я уехал в москву потому что здесь я хотя бы мог брать заказы на монтаж счет оплачивать квартиру там там близкие мои друзья кто-то прям совсем близкие они знали какие-то деньги мне скидывали чтобы хотя бы квартиру мог оплатить в москве который стоял вот и ну реально я вот не выкладывал до сих пор никогда нигде ничего не писал вот в паре наверное интервью рассказывал и рассказывал один раз об этом когда я снимался передачи мечтатели на это здесь телеканал по-моему называется у нас какой-то аналог дискавери не пока называется к сожалению не помню не скажу ну есть короче на телеканал вот и там была программа мечтатели где они исполняли мечту связаны с путешествиями и вот я говорю я съездил на кастинг они меня взяли и я и мы ездили в самую южную америку мы на матч пикчи поднимались снимали там видос и вот там я рассказывал тоже что поэты про эту историю а так в целом кто-нибудь не скидывает этот телевизор ты чего варибов поэтому блин поддержка особенно в танцевальной культуре она всегда ну присутствует вы всегда неважно могу только что себя сказать да не только за себя что у нас ребят достаточно в этом плане понимающие поддерживающие это прямо очень круто но вот я просто в таком участвую да но я не привык выкладывать что-то да и там не знаю просить какой-то помощи да и в этот раз тоже ты особо ничего не просил то есть я грубо говоря вот селекта я вам отдал вот это это вашу дату что давайте там скидываться мне новый компьютер такого собственно говоря ну да я помню да вот но тем не менее народ начал кидать начал писать там сообщение что ребята вот там андрей там нам все время все что-то делает помогает а вот давайте теперь мы можем по я такой я прям сижу к там несколько неделю вот это все продолжалось этом каждый день смотрите новые истории после такого были нафигеть просто человеческое отношение хорошее понимая прям на на меня это было вообще я такой немножко так это да ну очень странное до ощущение такое вы приятное из и странное да но я говорю хорошо что достаточно отзывчивая вот в принципе танцевальная комьюнити я даже не говорю отдельно о донс холле больных социальных и так далее вот в принципе достаточно все ребята становятся сразу свои по поводу хобби хотел тебя спросить как ты отдыхаешь вот отдыхаешь ли но я вот так часто вижу что ты да тут на сего реле ты приезжаешь поздно да и там у тебя то но твое расслабление как я понимаю это как-то там либо мультики какие-то да там playstation вот просто мне это близко меня не все я не все в этом плане понимают но у меня вот типа приезжаю там в десять с работы я понимаю так спал одиннадцатого когда я поел взять в одиннадцать приезжаю там с полдвенадцатого там до двух мое время могу посидеть там поиграть посмотреть что они такое почитать вот это тоже вот как бы у меня вот такое вот хобби скажем так вот какой у тебя как отдыхаешь вообще с отдыхом тяжко скорее какие-то перерывы между работой до чисто полноценный отдых там и хорошо если раз в год получится куда-то там болтаться но в прошлом году мы там гоняли шарегеш на сноуборде люблю кататься очень периодически там у меня бывает дни выходные здесь беру просто в один день не беру работы и еду там на целый день кататься с ноубордом степанова еще куда-нибудь вот там пару лет первый раз попробовал вайксерф ну просто попробовал год назад чуть чуть более активно покатался в этом сезоне купил себе доску свою мне сделали кастомную с моим картинкой из питера со всеми делами и все я мне кажется все что зарабатывал за лето я все слива у нас называть все потому что это не очень дешево нифига да но мне кажется я тот если мой гонорар посчитать за лето то есть все практически все что я зарабатывал у меня сливалась туда но и все да но мне это очень нравится я правую и плюс такой сразу boost к этому к развитию когда ты свое оборудование покупаешь делать прям профессиональная доска легкая все дела и все это прям вот кайф вот сноуборд и вот вейксерф это вот то что когда бывает время но опять же этот сезонные да есть межсезонье когда и уже не катаются и еще не и уже не катается на дому еще не катается на другом да вот тут приходят на помощь всякие разжижающий мозг мультики и плойк если любимый танцор о слушай их дофига это здесь сейчас всех перечислять мы тут посидим за завтра останемся слушай вдохновлять на самом деле может каждый но не обязательно должен быть там супер крутым разно разогнанным хореографом даже молодые ребята да дети иногда даже вдохновлять больше взрослые вот их огромное количество то есть даже там с мастер-классов кого-то выделил еще где-то что-то там кто-то подошел там сказал спасибо уже блин это вот уже такое знаешь а блин это вот там же было девочка танцевала там или чувак там вчера раздала на на сольники на своем на фестивале блин круто даже если я в ней не знаю первый раз вижу такой блин вот это ну это я запомню это клёво я потом посмотрю кто это посмотрю откуда классно а так огромное количество то есть ну так как я и собственно в многих стилях танцевал пытался до танцевать там на мастер-классы ходил и так далее там смотрел на ю тубе шоу всякие начиная там с american bass dance crew и я говорю я какое-то время смотрелся на всех этих хореографов смотрел так с глазами с такими а когда я совсем и ними перезнакомился в америке и такое это много-много лет там думал что это не божители да да тут просто все простые ребята там на классах что-то еще где-то мы там потусили в лос-анджелесе еще что-то блин ну классно было вообще и до сих пор как бы я до сих пор смотрю на их видео и там огромное количество там харяжников всяких там брайан пуст пасть и нист вот это вот ну такие иконы ребят там куда там блин да много ребят в дэнс-холле дофигище просто крутых на понятие что там ямайцев мы практически всех знаем уже лично потому что они сюда приезжают три раза в год вот наших ребят танцоров огромнейшее количество сейчас начну перечислять одних другие обидится поэтому они все классные я всех очень люблю все друзья мои мы общаемся и ну я вдохновляюсь каждым кто-то больше крутой батлер кто-то больше другой фристайлер кто-то там с детьми работает офигеть как классно но это все же влияет конечно даже если сам там не беру класс я смотрю на то как они ведут как на них реагирует народ это прям такой вот и смотришь блин люди так круто двигаются и там каждый раз после каждого съемного батла сижу вы может быть начать под тоже по подлить так хочется а то понимая сколько то время жирает я говорю просто ну я чтобы выйти на нужном уровне и столько времени у меня просто банально нет да я там что-то там где-то по трению просто но мне это потом помогает постановки хореографии и всего остального вот так чтобы прям чисто подготовиться мне все время подбивает давай 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 это тут пару недель назад в солото вышел на чемпионате собрался силами 10 тысяч раз поменял все эти идеи все доставил сольник за день до выступления ну ничего нормально такое чувство новые новая эмоция такая хорошо забытая старая так скажу да 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 поэтому блин танцоров очень много любимых во всех стилях во всех направлениях и так всех не назовешь сразу и заключительное что для тебя танец 90 процентов моей жизни то есть ну по факту все что у меня сейчас есть да начиная там тот банально там огромный коли в огромное количество людей знакомств которые я знаю и это в 90 процентов соотношения это люди люди танцоры да и там остальные 10 это видеограф и все остальные диджеи в их серфер и все но бордисты но большинство из них еще помимо этого еще и танцоры и так далее то есть но грубо говоря все мои друзья все мои знакомства все мое вдохновение собственно говоря двигается от танцев до не обязательно дэнс холла все в целом то есть вот такой вот мимолетный поступок там в восьмом-седьмом классе вылился вот этот никто вообще не знал что так получится даже я сам но в какой-то момент это уже все переросло такое более серьезное увлечение там открытие школы у нас была школа танцев саратове с другом потом и переехал в москву он потом тоже переехал там спустя уже год-полтора вот и все и здесь вот все это таким несется я проработал с артистами огромное количество времени здесь в москве я работал еще так это казино метелица была открыта вот у нас был огромный составе мне просто я работаю фитнес-клубе и одна из клиенток сказала в эту мега друзья в метелица работают них шоу-балет им нужен парень ушел танцор не хочешь попробуются у нас на работе с этим очень жестко у меня был контракт что имею права нигде работать но я думаю что это касается фитнеса поэтому пошел туда и днем я работал днем утром ночью вечером я работал в фитнес-клубе а ночью работал в метелица с коллективом оттуда меня взяли в балет к артистам я работал со стрелками с сапалом с ваннушками вот с биретой потом когда стрелки развалились короче так периодически на какие-то концерты подрывались то есть я через все это прошел через коммерцию через ботловую сцену через я выступал на чемпионате вот чемпионат торгу в эту в эти выходные вчера позавчера я я на нем выступал сольно я на нем выступал с командой я его вел и уже много лет я на нему диджей весь ваш да весь прошел я его судил даже короче ну вообще все что угодно было поэтому вот вот это все все что происходит вокруг меня это все благодаря танцам вся вот вся эта жизнь которая есть до общение знакомства вот даже видишь мы с тобой сейчас здесь общаемся опять же благодаря чему благодаря танцам хотя мы с тобой максимально кардинально из разных сфер да ну и особо как бы незнаком то есть я иногда там на stories что-то отвечал и все да но тем не менее видишь вот так вот собрались так душевно пообщались по этому поводу поэтому блин это классно я вообще за всегда за любой кипиш мне нравится спасибо большое что пришел всегда пожалуйста спасибо спасибо следующий раз говорим чисто больниках да причем ты будешь говорить я буду под даки